Добрый день, это новости премиусе, с вами Андрей Лунёв и сегодня в нашей программе. Во всех сельских поселениях прошли отчеты главы администрации района Александра Рудковского о проделанной в этом году работе. Уходящий год оказался удачным по многим показателям. На первом районном слёте детско-юношеских объединений военно-патриотического движения Юнармия присягу приняли 46 школьников. Им были вручены красные береты и значки Юнармии. Поздравления и заслуженные награды в свой профессиональный праздник приняли труженики села. Они внесли весомый вклад в Донской каравай, побив собственный прошлогодний рекорд. А теперь более подробно. В понедельник в администрации Матвеево-Курганского района состоялось очередное планерное совещание, в котором приняли участие главы сельских поселений и руководители служб жизнеобеспечения. За минувшие две недели было совершено 23 преступления, 13 из них раскрыто. Также на территории области и района проходила широкомасштабная операция «Табор». Было доставлено, откатано, сфотографировано, взяты буквально эпители более 5 суток цыган, для цыганской национальности. За прошедший период раскрыто с участием цыган 4 преступления. Причем 3 из них это преступления прошлых лет 2014 года. Это благодаря тому, что были взяты отпечатки пальцев из преступления, ну как бы, преступления, где раскрыты. Водоканал продолжает работу по выявлению неплательщиков. За две недели выявлено 200 тысяч рублей недоплаты за воду. Проводились мероприятия по врезке в новый водовод в Малой Екатериновке. Проведено 85 врезок, на сегодняшний день осталось еще 7, но сегодня должны подробности. Скажите, когда мы запустим водовод? Водовод как бы новый пущен в работу, старый водовод отключен. Руководству автотранспортного предприятия дано поручение тщательно поработать над составлением автобусных маршрутов, учитывая многочисленные пожелания граждан. Кроме того, говорилось о недопустимости пускать на линию грязные автобусы. Спрашиваю в этом плане, обращайте внимание, когда они в рейс уходят, на 6-го процессе дня. Те состояния, наверное, смотрятся. И механика заставляется, и сам смотрим тоже. Шкурочки, такие сидения, скамеечки. Бабушки. Ну, маршруты так все закрыты, там почти какие причины. Бабушка что-то там сговорила за то, что пыль, откуда она там, надо просто, может быть, встретиться. Она грязит больше, чем пыль. Что она имела в виду, какой маршрут? Вот она говорила, давайте покатаемся. Ну, маршрута у нас куда? Идет подготовительная работа к предстоящим весной выборам. Решено объехать все избирательные участки, заодно посмотреть кабинеты участковых и привести все в соответствие с требованиями. Вот потому что это сегодня надо создать условия для того, чтобы людям была возможность работать. На планерном совещании шла речь об усилении противопожарного режима, зимнем содержании дорог и организации работы почты, на которую поступает довольно много жалоб. Поэтому два вопроса – это организация работы. Когда там очереди, и второе – здание их, пусть как-то потрудятся, привести его в порядок. Тем более сейчас новогодние праздники, и все, я понимаю, что окна не покрасят они, но хотя бы там как-то навести порядок. Не за горами новогодние праздники. Глава дал 10 дней срока на приведение населенных пунктов района в праздничный вид. Особенно касается это и социальные учреждения, это касается школы, это касается магазины, Анна Анатольевна, вот обязательно, чтобы это все, ну понятно, что центры, где елки, потому что уже можно в этом плане, как бы этими вопросами заниматься. Продолжается череда отчетов о проделанной в этом году работе. В Большом зале районного дома культуры глава администрации района Александр Рудковский выступил с докладом перед жителями Матвеево-Курганского сельского поселения. Мероприятие началось с торжественного момента. Куратор района Надежда Толстик вручила губернаторские награды. Добрый господин, вручаясь на руководство Александр Рудковскому. Затем слово было предоставлено депутату Законодательного собрания Ростовской области Владимиру Гребенюку. Он проинформировал об основных достижениях Ростовской области, которая вошла в пятерку лучших регионов России. Сегодня область собрала 13 миллионов урожаев хлеба, вернее ранних зерновых культур. Такого урожая не было никогда. И большую лепту внесли работники сельского хозяйства нашего украина, частности Матвеево-Курганского района. Поэтому я этого не увижу на том собрании, которое будет чуть позже. Хочу поздравить всех с Днем работника сельского хозяйства перерабатывающей промышленности. Пожелать вам счастья, успехов, здоровья. Чтобы вы сегодня послушали главу, сделали свои выводы из отчета, сделали замечания или пожелания в адрес администрации и нашего депутатского корпуса. И мы постараемся все делать для того, чтобы жизнь на нашей земле становилась немножко лучше. После торжественной части Александр Рудковский доложил собравшимся в зале об основных итогах развития района в текущем году. Он подчеркнул, что год был уникальным по урожайности зерновых. Матвеево-Курганский район четвертый год подряд наращивает производство зерна, обновляя собственные рекорды. В списке лидеров стабильно находятся СПК «Колхоз» «Колос» руководитель Стыченко Василий Викторович, СПК «Колхоз» «Родина» Джалла Василий Валентинович, СПК «Колхоз» «Рассвет» Селезнев Евгений Михайлович, О Вера Тетирка Вера Васильевна, Достаточно стабилен и насыщен товарами потребительский рынок района. На сегодняшний день действует 344 торговых объекта розничной торговли. Предоставляется весь спектр бытовых услуг, развита сеть общественного питания. Однако озабоченность руководства района вызывает РАЙПО. РАЙПО-крепка операции, которая когда-то была лидирующей, но сегодня, к сожалению, они ушли практически из сел. Да и, собственно говоря, уже мало что представляет даже в центре поселка. И я считаю, что в этом плане мы как-то пытались пообщаться с нашими руководителями, но в ответ получили письмо в прокуратуру, а прокуратура вынесла предпредставление о том, что органы исполнительной власти не правят вешенство к хозяйству деятельности. И я хочу в этом плане, наверное, пожелать всем дольщикам и байщикам успехов и как-то немножко так вот обратить на это внимание, потому что у меня такое ощущение, что мы можем скоро остаться вообще без этого предприятия. Важным показателем работы являются занятость населения и заработная плата. По области средняя заработная плата сегодня составляет 27 тысяч рублей, хотя у нас по сельскому хозяйству средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей. Но, дорогие друзья, губернаторам однозначно было сказано, что это не уровень заработной платы, надо, чтобы сегодня заработная плата в районе была хотя бы 1027. Но в этом плане, я уже говорил в начале, о том, что это привлечение инвестиций, это создание новых рабочих мест, это уход от сверхсхем оплаты труда, которая сегодня, к сожалению, присутствует. В этом году отделу образования передано здание бывшего ПТУ. Принято решение разместить здесь центр детского технического творчества и учащихся вечерней школы. Это здание долго было под ПТУ, где никто ничего не делал. И когда так вот внешне смотрели, думали, ну вот, они ушли, мы его забрали и немножко косметический ремонт делаем и откроем станцию юных техник. Глава выразил благодарность агрофирме Раздулье и ее директору Владимиру Братишко за оказанную финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на приобретение сцены для проведения праздничных мероприятий на центральной площади поселка. Вы ее уже видели, я хочу сказать, что это такой большой, существенный подарок нашему району, потому что позволяет в этой сцене, как бы, и тут проводить, если надо, и можно перевозить в любое место, если мы где-то запланируем какое-то районное мероприятие. Здравоохранение, образование, жилищное строительство, социальная поддержка населения. Ни одна сфера жизни района не осталась без внимания. Району есть чем гордиться, но еще многое предстоит сделать. А 27 ноября депутат Государственной Думы Российской Федерации Юрий Кобзев провел прием граждан в поселке Матвеев-Курган. Прием граждан был приурочен к общероссийской неделе, проходящей в рамках 16-летия партии «Единая Россия». По различным вопросам к депутату обратилось 8 человек. Юрий Кобзев выслушал все прозвучавшие просьбы, которые касались оказания лечебно-реабилитационной помощи ветерану-афганцу, предоставления высокотехнологической медпомощи по квоте инвалиду, работе медицинских страховых компаний. По страховым компаниям вопрос остается. У нас в комитете, скажем так, мало кто их любит. Но кроме нас есть комитет по политику, у которых есть совершенно другая позиция, что это огромный рынок и все остальное. Но отбивать это здорово, пробивать тяжело, да? Очень тяжело. Единственное, что мы смогли добавить, это сейчас у них так называемый институт страховых представителей визу увеличения в процентном соотношении финансирования на эти страховые компании, чтобы каждая страховая компания, работающая на территории, имеет своего представителя. И вот именно этот представитель, а не вы конкретно, решает все вопросы с лечебными учреждениями. Потому что тогда хоть как-то соблюдается страховой принцип. Более 20 миллионов рублей составляет недоимка по налогам. Из этой суммы больше половины – транспортный налог с физических лиц, который собрать не представляется возможным. По этому вопросу было тоже обращение. Просто к тому, что меня обеспокоен. Как собрать эти налоги? Они у меня висят мертвым грузом. С каждым веществом финоделом связаться, потому что у меня была конкретная схема, по которой напишу, изложу это уже на обланке и скажу, что есть, как я вижу проблему, что у муниципальных образований возникает проблема с сбором то-то, потому что они не могут выполнить свои социальные обязательства. Да, потому что законом предусмотрено, что человек имеет право зарегистрировать там, где он хочет. Да, поэтому у нас половина уже в Краму зарегистрирована. Там, где он хочет. Хорошо, он зарегистрировал там, где он хочет. Но не возникает обязанности, неотвратимости платежа. К депутату обратились за помощью в строительстве тротуарной дорожки от железнодорожной станции Меуски до села Ряженое. Сейчас жители вынуждены ходить по проезжей части дороги. Я лично обращалась в министерство по видеосвязи. И ответ получила вот недавно. Что сказали? Нельзя. А основания? Согласно каким-то нормам, там это, что нельзя. До села делать. А сколько там расстояния? Именно от ЖД, там около 700 метров. А собственник этого участка 700 метров, автодор? Да. Наш областной. Делайте коллективное обращение от жителей. Хорошо. Все высказанные вопросы были депутатам прокомментированы и записаны его помощником для дальнейшей проработки. В завершении приема Юрий Кобзев дал интервью местным средствам массовой информации. Журналистов интересовала работа депутата в округе, с какими вопросами чаще обращаются к нему люди, кому удалось помочь. Вот ко мне, как врачу, подавляющее большинство обращений идет, связанных с ситуациями по здоровью. И вы знаете, что в подавляющем большинстве случаев они были решены положительно. Тут поехал на высокотехнологичное лечение. Получил помощь здесь, в Ростовской области. То есть в основном это связано с тем, что больше всего беспокоит, это здоровье. К физическому и духовному воспитанию подрастающего поколения в Матвеево-Курганском районе уделяется огромное внимание. 28 ноября прошел целый ряд мероприятий патриотического направления. Между администрацией, Центром детского технического творчества, военным комиссариатом, общественными организациями «Саланг» и «Граница» подписано соглашение о сотрудничестве. Соглашение включает множество направлений. Среди них подготовка молодежи по основам военной службы, военно-патриотическое воспитание, повышение уровня физической подготовки и другие. Эта работа будет осуществляться в рамках созданного нами в марте Патриот-центра, который в соответствии с новым положением, сегодня утвержденным, будет называться Зональный Патриот-центр по подготовке граждан к военной службе и патриотическому воспитанию. Соглашение заключено сроком на 5 лет. Его реализация послужит делу патриотического, физического и духовного воспитания молодежи. Время пришло. В этот же день состоялся первый районный слет детско-юношеских объединений военно-патриотического движения «Юнармия». В фойе районного дома культуры была развернута выставка оружия, которая вызвала большой интерес у участников слета. В зале помимо делегаций учащихся со всех школ района присутствовали почетные гости. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава администрации района Александр Рудковский. Дорогие ребята, я очень благодарен вам за вашу гражданскую позицию. Я горжусь тем, что в России, в такой области и в таком районе, который славен своими боевыми традициями, который полет кровью наших отцов и дедов. И я счастлив, что есть такие ребята, как вы, которые сегодня уже сделали свой выбор в сторону любви к родине и став патриотами. Торжественная часть продолжилась с награждением грамотами лучших юноармейцев, активных участников движения. Был продемонстрирован фильм о юных поисковиках отрядами «Узкий плацдарм» и их нелегкой работе. После этого ученики третьей школы показали на сцене драматическое представление, посвященное погибшим в войну детям. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельный майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь уделали все соседних рощ, и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого не забуду дня, и не забуду никогда, вовеки. Я видела, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать земля. Навыки боевых единоборств продемонстрировали отряды юноармейцев из Новониколаевской школы и первой школы райцентра, а также приглашенные военнослужащие-десантники. Внутри, единственная наша сила, поганые вместе тяготы, движения и мочок. Армейская семья нас в сердце объединила, бригада нас собрала вместе под своим крылом. 24-я отдельная бригада, храницы и отцов, всегда же у нас есть друг беда, а чисто скажет надо. Не зря мы носим гордо имя грозное. В этот день юноармейскую присягу приняли 46 учеников из всех школ района. Школьникам были вручены красные билеты и значки юноармии. Суши, таси, сушет ее мне, суши, таси, университет, весок, зеленый, соленый, огнение синий. После завершения слета его организаторы и гости собрались в Малом зале районного Дома культуры, чтобы подвести итоги и обсудить перспективы развития юноармейского движения. И действительно, ну если говорить о планах, о масштабе нашей страны, движение расширяется. Скажем, днем в ряды юноармии вступает очень много молодых людей. Ну как вам сказать, все по южнему, в нашем федеральном округе звучала цифра больше 25 тысяч уже в рядах юноармейцев. Это вот сейчас идут на совещание командующего, это все слежится официально, цифры вот такие есть. Сейчас юноармейцев в Ростовской области около полутора тысяч. Их число растет, но упор все же будет делаться на качество. Наша позиция такова, что мы не гонимся за количеством юноармейцев, мы стремимся получить качество юноармейцев, чтобы это была достойная подготовка у ребят, чтобы они чувствовали за собой силу, мощь и могли себя показать на уровне региональном, на уровне российском. В конце минувшей недели состоялось торжественное мероприятие, посвященное районному дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Трудовые успехи сельских тружеников, которые собрали рекордный урожай, отметил в своем выступлении глава администрации Александр Рудковский. Он поздравил всех с профессиональным праздником и каждому сказал спасибо. Я сегодня хочу сказать, что этот год будет вписан золотыми буквами в историю и нашего района, и области в целом. И ваши имена тоже будут вписаны, потому что какой будет 2018 год, это покажет время. А вот то, что было в этом году, это, конечно, уже победа, это достижение, которое вряд ли кто-то когда-то сможет перевыполнить. Заслуженные награды, почетные грамоты и денежные премии получили лучшие трудовые коллективы крупных и малых сельхозпредприятий района. Председатель Василий Викторович Скрытченко награждается почетной грамотой администрации Матвеево-Курганского района и денежные вознаграждения в размере 15 тысяч рублей. Признан коллектив сельхозпроизводственного кооператива колхоза «Родина» председатель Сергея Валентиной Джаблан, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Награждается почетной грамотой администрации Матвеево-Курганского района и денежным вознаграждением в размере 10 тысяч рублей. Также Сергей Валентинович награждается памятным знаком 80 лет Ростовской области. В работе аграриев нет второстепенных профессий и специальностей, важен труд каждого. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и значительный вклад в развитие производства грамоты администрации Матвеево-Курганского района и денежные вознаграждения получили механизаторы, водители, животноводы, специалисты и другие работники сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслуживающих предприятий района. Для всех тружеников села работники культуры подготовили замечательный концерт. В Малом зале районного дома культуры в минувшую среду прошло участвование многодетных матерей приуроченное к празднованию Дню Матери. Каждое сельское поселение района делегировало сюда свои многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Для каждой семьи был накрыт сладкий стол. Всех собравшихся от имени и по поручению главы администрации района Александра Рудковского поприветствовал его заместитель по социальным вопросам Сергей Голубов. Всех мам поздравляю с этим замечательным праздником. Он у нас уже довольно-таки долго продолжается. И я хочу, что он становится таким уже закорененным днем. Поэтому всегда дети, вот вы повзрослеете некоторые, некоторые уже здесь взрослые сидят, обязательно в этот день позвоните маме, бабушке, обязательно пожелайте им здоровья. Они всегда удачи, скажем, радости, добра, тепла, благополучия. То есть в этот день они всегда ждут от вас этих приятных слов. Затем Сергей Васильевич вручил многодетным мамам благодарственные письма главы района и подарки. Благодарственное письмо вручается Яровой Елене Викторовне. Каждая семья подготовила интересную презентацию, рассказывающую о родителях и их замечательных детях. У старшей Катюши глаза кусочки неба, волосы, колосья хлеба. Любит петь и танцевать. В творческих мероприятиях района участие принимать. Ну а Варя, Катина сестрица, прыгает, резвится, на минуту не садится. Глазки хитрые, смешные, очень-очень озорные. Словно аленький цветочек, маленький смешной звоночек, дочка третья, Машенька, растет. Всем покоя не дает. Для всех гостей на сцене выступили танцевальные коллективы и вокалисты. Послушная девочка я буду. Мама-мама учиться будут на одни пятерки. Исполню детскую мечту. Ребенка хочу я брать в коллектив с сестренку. В Центре детского технического творчества подвели итоги конкурса фотографии «Стильная мамочка». Фотографии были представлены в двух категориях, сделанные детьми и родителями, и фотографии, сделанные педагогическими работниками. Участники показали свое фотомастерство в трех номинациях. Стильная мамочка на отдыхе, стильная мамочка дома и стильная мамочка в образе. Наибольшей популярностью всегда пользуется последняя номинация, в которой конкурсанты показывают своих мам в самых интересных и оригинальных образах. Это мамосказочные персонажи, мамы-королевы, мамы-солдаты и другие интересные образы. В этом году свои работы на конкурс предоставили 14 школ и 7 детских садов. Победителями фотоконкурса стал 21 участник из образовательных учреждений района и учреждений дополнительного образования. 27 ноября исполнилось 70 лет врачу общей практики Лосогорской участковой амбулатории, почетному гражданину Куйбышевского района Олегу Алексеевичу Михалко. В гостях у доктора побывала наша съемочная группа. Медаль за заслуги, ассоциации врачей общей практики Российской Федерации, почетная грамота Министерства здравоохранения Российской Федерации, многочисленные грамоты и благодарственные письма. Вот перечень наград Олега Алексеевича, с которыми он подошел к своему 70-летию. И трудно поверить, что свой жизненный путь он выбрал совершенно случайно. Собирался поступать в педагогический институт на спортивный факультет, потому что с детства бегал на лужах, я в Сибири сам. Были хорошие результаты и по легкой атлетике, и где-то уже с 15-14 меня брали за сборную педагогического института, за юлеров, школьника. И, собственно, у меня была открыта дорога в спорт. А в том доме, где мы жили, со мной получилось так, что три моих друга одновременно заканчивали, и у них было желание поступать в медицинский институт. Поехала с ними сдавать документы. Ну, медицинский был ближе, чем педагогический. Сначала зашел с ними, и так получилось, что... Ну, не так. Дело случая просто. Спонтанно сдал документы, сдал экзамены вступительные. Ну, кстати, я поступил один, а друзья не поступил. После окончания Томского мединститута и филиала военно-медицинской академии он служил начальником медслужбы на Дальнем Востоке. Работал хирургом в Приморском крае. Несколько лет ходил на судах Тихоокеанского флота, где был хирургом и гинекологом. А с 1987 года уже 30 лет, как живет и работает в Лысогорке. Олег Алексеевич отмечает, что в последнее время отношение к сельской медицине изменяется в лучшую сторону. В 2014 году по программе федеральной нам построили вот этот модуль. Мы очень довольны, потому что здесь условия все есть для работы. Ну, единственное, что трудности с диагностикой, потому что приходит, ну, понятно, что у нас финансирование, организация, оптимизация, это такое слово было у нас модное, что и сокращали карты. Раньше, когда я пришел, у нас была и лаборатория, и ЭКГ аппарат был, сотрудники были, ну, сейчас у нас аппараты есть, но нет штатных единиц. То есть, работают люди, можно сказать, на энтузиазме. Федерация скорой помощи получила новую машину у нас в этом году. Машина оснащена оборудованием, которое необходимо для оказания, ну, для диагностики, во-первых, и для оказания необходимой помощи. В Лысогорскую амбулаторию приезжают жители окрестных населенных пунктов, не только из Кубышевского, но и из соседних районов. У сельских пациентов чаще всего определенный набор заболеваний. Это суставные, остеохондрозы, ну, и потом, середисосудистые реже как-то, ну, больше опорно-двигательный аппарат. Сейчас сезон, значит, посудных заболеваний. Ну, я скажу одну вещь, что, допустим, за то время, сколько я сработаю, по крайней мере, Лысогорская школа на карантин не закрывалась. Пока мы говорили, у дверей кабинета уже собралась очередь, и пациенты тоже сказали несколько слов о своем докторе. Лучше нет человека. Он и днем, и ночью придет, даже и не вызывая, и проезжает к нему, зайдет и спросит. У нас бабушка лежала, мы не вызывали, он как только к кому приедет, всегда зайдет, посмотрит. У меня мужа с ногой было плохо, он даже на работу к нему едет к нему, зайдет на работу, ну, покажи, как там, что, вот, спроси, сказать, оно ему нужно. Приди в кабинет, а вот встречал, и на дороге, и где не спросишь, и где не обратишься, везде до суда. Про таких людей говорят, что это врач отбор. Да. Ну, что можно сейчас сказать? Ну, просто золотой человек. Золотой человек. Сколько он помог людям, сколько он спас людей, это просто бесценный человек. Это были новости при МИУСе, с вами был Андрей Лунев. Эту и другую информацию вы можете узнать на сайте mius.info, а я с вами прощаюсь и желаю всего хорошего. Яркие впечатления в цифровом исполнении.